В период пандемии на передовой наравне с врачами и полицейскими находятся и журналисты. Несмотря на реальную опасность подхватить смертоносный вирус, корреспонденты печатных и электронных СМИ ежедневно выполняют редакционные задания и доносят до граждан самые свежие новости. В преддверии профессионального праздника наш корреспондент Дамир Анетов расскажет о работе журналистов и блогеров в период пандемии COVID-19. Любую погоду и время суток. Таков девиз корреспондентов новостной редакции телеканала ЖТСУ ежедневно порядка 20 журналистов освещают самые важные события области. И даже сегодня в условиях введенного усиленного карантина, когда вся страна находится на самоизоляции, мы продолжаем работать. В данный момент все мероприятия отменены. И на самом деле бывает такое часто, что дефицит тем, но в то же время мы все равно ищем темы, именно конкретные, связанные с COVID-19. Я и мои коллеги стараемся освещать жизнь области. И действительно немного страшно работать, потому что коронавирус сейчас везде, и он не щадит ни журналистов, вообще никого. Но мы, конечно, соблюдаем санитарные меры. Мы работаем в режиме нон-стоп, и в праздники, и в выходные, и в ночное время суток бывает работаем. Я думаю, что наша цель – это своевременно подать информацию зрителям. Журналисты региона всегда там, где кипит работа. Кроме тем, о карантине, ставшей уже привычной о COVID-19, вестники новостей сообщают населению обо всех программах, реализуемых в стране и области, проблемах и радостях жителей региона. В условиях пандемии нам пришлось работать в совершенно другом формате. Мы приходили на брифинги и старались оперативно освещать все распоряжения, все новые указы главного санитарного врача области. В основном на брифинги и на мероприятия ходили молодые специалисты, так как представители старшего поколения находились в группе риска. Но на рабочий процесс это никак не влияло. Все газеты, номера, все новости выходили вовремя. Немаловажную роль в освещении важнейших событий региона играют и блогеры. Один из них – Айдос Киртаев. Молодой парень занимается блогингом недавно. Его страничка в Инстаграме – Крис Питт Алдекурган – насчитывает почти 94 тысячи подписчиков. По его словам, ежедневно ему поступают свыше 150 сообщений с просьбами о помощи. Я начал недавно, где-то середина апреля начал. Поначалу, конечно, было очень сложно, первые две недели, потому что этот поток информации, который к тебе приходит, поначалу не сталкивался, но потом к этому уже привыкаешь. И, соответственно, когда идет хороший отзыв, то есть стараешься помочь жителям города, и это дает хорошую мотивацию дальше идти вперед. Ну, насчет проверной информации, допустим, поступают жалобы, да, вот, скажем, какая-то организация вот так, так, что-то сделала, и мне, прежде чем ее выкладывать, мне все равно придется узнавать обратную сторону, другую сторону, потому что, видите ли, все равно надо узнавать. Если я, услышав одну сторону, опубликую, потом я буду сам виноват. Поэтому, конечно, да, проверную информацию выкладываем. Представители СМИ региона отмечают, мы, естественно, опасаемся за свое здоровье, но профессиональный азарт и ответственность перед телезрителями и читателями не позволяют поддаваться паническим настроениям. Наша задача – довести до граждан только свежие и актуальные новости. В один голос твердят они. Дамир Анитов, Габид Кабдрахман, Телеканал ЖИЦУ. Новая детская площадка – асфальт, цветы и деревья. В Талдыкургане в этом году 27 дворов обретут новый облик. Не ремонтировавшиеся долгие годы объекты пройдут масштабную реконструкцию. Стоит отметить, что 14 дворов благоустроят в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». Площадка во дворе дома рядом с университетом имени Ильяса Жансугурова построена тогда же, когда дом проходил реконструкцию, около 20 лет назад. За это время разрушился асфальт на тротуарных дорожках, скамейки изжили свой срок, а детская площадка запустела. Теперь это всё будет в прошлом. Благодаря программе «Дорожная карта занятости» двор обретёт новый облик. Всего в этом году в Талдыкургане намечено проведение работ по благоустройству в 27 дворах. 14 из них пройдут реконструкцию по программе «Дорожная карта занятости». Благодаря реализуемым проектам работы обеспечены более сотни жителей областного центра. 50% из них трудоустроены через центр занятости. На реализацию 14 проектов выделено 530 миллионов тенге. При благоустройстве будет полностью проведена работа по замене орычных лотков. Во двора заменят асфальтовое покрытие, оборудуют детские игровые площадки. Также пройдут работы по озеленению. На сегодняшний день работы идут согласно нормам, в соответствии с графиком. Реконструкция во дворах Талдыкургана началась две недели назад. Завершить все необходимые работы подрядчики и сотрудники Акимата обещают до конца осени. Продолжаем выпуск. 368 преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрировано в Алматинской области с начала 2020-го. Это на 14 фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С целью как-то исправить эту ситуацию, полицейские совместно с представителями регионального управления внутренней политики инициировали профилактическую акцию «Нет наркотика». В ее рамках специалисты провели расследительную работу с молодежью Талдыкургана и раздали памятки и буклеты горожанам. Стоит отметить, мероприятие приурочено к международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Ежегодно это событие отмечают 26 июня. Сотрудниками нашего управления в период текущего года из незаконного оборота уже изъято около 4 тонн марихуаны, 13 килограмм гашиша и около 2 килограмм различных наркотических средств. Совместно с сотрудниками Акимата к международному дню борьбы с наркоманией хотим провести небольшую акцию. Основная цель это, конечно же, профилактика наркомании среди подростков и молодежи, пропаганда за здоровый образ жизни. И так как в нынешних условиях пандемии COVID-19 нам не представляется возможным вживую встретиться с молодым поколением, мы хотим с помощью вот таких вот брошюрок напомнить людям о том, что наркотики это наш враг. В прошлом месяце в Казахстане сразу на треть выросли безналичные платежи. Сумма превысила 2 триллиона тенге. В Ассоциации финансистов Казахстана отмечают, что это рекордный показатель за всю историю. Больше всего безналичных платежей было совершено в Алматы. В тройке лидеров также Нурсултан и Шимкент. Всплеск объясняют отложенным спросом на приобретение товаров и услуг из-за массового закрытия в апреле торговых сетей, бизнес-центров и других объектов. Еще одна причина стремления казахстанцев сократить наличные расчеты из-за риска заражения коронавирусом. Продолжение следует... Лежала труба. Труба. По ней шли дети. Девочка не удержалась и упала. Ее брат, не раздумывая, прыгнул вслед, чтобы спасти. Но, к сожалению, самому 14-летнему подростку выбраться не удалось. Чуть позже его тело из воды достали спасатели. Водопровод находится на балансе отдела ШКХ, автомобильных дорог и общественного транспорта города. И при производстве работ вода с этой ямы не откачивалась. Ограждения, как можно наблюдать, никакие не выставлялись. Предупреждающих знаков не было. В полиции заявили уголовное дело. Начато досудебное расследование. Нехватка ПЦР-теста в Казахстане возникла из-за проблем с логистикой. Об этом заявил генеральный директор корейской клиники Мин Хисук. Именно он. Они поставляют наборы для исследований в нашу страну. Ранее между Казахстаном и Кореей осуществлялся всего один рейс в неделю. После доставки оборудования и материалов осуществляли через Катар. Но из-за вспышки коронавируса работу аэропорта Дохи пришлось приостановить. По этой причине затянулся процесс транспортировки грузов. В ближайшее время стороны планируют наладить прямые авиаперевозки между Казахстаном и Кореей. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова